Так, окей, тогда буду стартовать, пробегусь тогда сначала по немножко теоретической базе, для того, чтобы было общее понимание, с чем нам приходится работать. Так, ну, сама технология блокчейн, она подразумевает такой небольшой mindshift в голове, ввиду того, что все данные, которые у нас хранятся, хранятся теперь распределенно. Соответственно, все данные, они формируются внутри каких-то блоков, и для того, чтобы эти блоки объединять друг к другу, придумали хэшировать все данные, которые там есть, соответственно, мы делаем хэш, и все вот эти вот хэши линкуем в одну большую цепочку. От этого и, собственно говоря, понеслось название блокчейн. Если говорить более широко в терминах вообще распределенных систем, то это все в действительности называется леджером. То есть, леджер это не более чем такая книга записей, где мы храним какие-то данные относительно там любых операций, которые мы проводим в системе. Соответственно, когда мы переходим в распределенную систему, этот леджером тоже становится распределенным, и как один из путей его имплементации это блокчейн. Соответственно, про блок я уже рассказал, что такое. Genesis блок это первый блок в цепочке. Нам же нужно с чего-то начать, это условно такая стартовая позиция для всех-всех наших записей. Соответственно, в терминах всех распределенных систем наиболее часто встречается понятие ассета. Что такое ассет? Это виртуальное представление вообще чего угодно. То есть, это может быть какой-нибудь товар, это может быть любой объект в системе. Соответственно, над этими ассетами, над этими объектами мы проводим транзакции. То есть, мы их меняем, мы их модифицируем, мы там, например, меняем ownership у этих объектов и тому угодно. То есть, все, что угодно, все, что касается нашего бизнес-процесса. Соответственно, то, что сейчас наиболее популярно, называется смарт-контрактами. Смарт-контракты это не более чем условия, при которых мы можем выполнить транзакции. То есть, когда кто-то там говорит, что вот я там написал супер-купер-крутой смарт-контракт, это означает не более чем, он задефинил на джаваскрипте какие-то кондишены. Там сильно много логики нет. Ее не может быть, поскольку контракты, они обычно выполняются на каждом из участников сети. Соответственно, это довольно-таки ресурсоемко. И ввиду самой концепции никто не позволит делать там какие-то тяжелые операции. Смарт-контракт, он настроен на то, чтобы проверить какой-то кондишен, могу ли я выполнить транзакцию. Если да, то транзакция записывается в блокчейне. Если нет, она просто отбивается. И, соответственно, нужно проверять условия, при которых мы это все выполняем. За счет чего обеспечивается в блокчейне невозможность изменить этот леджер? Это все за счет консенсуса. Соответственно, если говорить о самом начале, откуда бы это пошло, это о том же биткоине, то там был использован proof-of-form, когда народ считал хэши на своих машинах. И в чем был смысл? У нас есть алгоритм по счету этих хэшей, и нужно было сгенерировать хэш с определенным количеством нулей в начале. Соответственно, это была такая задача более рэндомная, поскольку хэш генерируется с помощью определенного нонса. Мы по нему проходили с алгоритмом и каждый раз получали новый хэш. Вот кто первый генерирует такой хэш, тот рассылает его по сети, сеть его принимает, и, соответственно, за то, что мы сгенерировали блок, мы получаем ревард, то есть как раз наши коины. Это не эффективный способ достижения консенсуса. Почему? Потому что, во-первых, мы не можем обеспечить большое количество транзакций внутри сети. Например, тот же биткоин, он генерирует блоки раз примерно в 5-10 минут, и в каждом блоке может быть в районе тысячи, полутора тысяч разнообразных транзакций. Соответственно, очень легко посчитать, сколько это будет в секунду, и, понятное дело, что для некоторых организаций это вообще невалидно, поскольку, например, та же виза может процессить более 10 тысяч транзакций в секунду. То есть для использования это в быстрых платежных системах это работать не будет. Соответственно, придумали довольно-таки большое количество других консенсусов алгоритмов, но, однако, они имеют свои особенности и свои минусы. То есть на данный момент, я думаю, что даже не стоит фокусироваться именно на различиях, стоит только сказать, что вот в айрохе заимплементирован, ну, так сказать, не самый оптимальный вариант консенсуса. Он довольно-таки быстрый, но обратно-таки, поскольку он является вариацией proof-of-stake, то в том числе он не может достичь определенных потолков по производительности. Это довольно-таки тяжело. Так, сейчас тогда немножко перейду к самой айрохе, и потом уже на примере айрохе расскажу еще несколько концептов, связанных с ее имплементацией. Что вообще такое айрохе? Это публичный open-source проект, который хостится под Linux Foundation и под маркой Hyperledger. Hyperledger – это определенная серия проектов, там их можно увидеть довольно-таки большого количества, и все они направлены на одну тематику – это блокчейн. Чем все эти проекты отличаются? В действительности, Hyperledger – это так называемая модульная архитектура. То есть она подразумевает, что весь наш блокчейн-солюшен состоит из определенных компонент, которые в идеале должны быть взаимозаменяемы. То есть я, например, беру какой-нибудь Hyperledger Composer, какой-нибудь Hyperledger Indie, и, например, беру один модуль от Composer, один от Indie, я там комбинирую и получаю какой-то гибрид, новую систему под мои конкретные требования. Пока это еще не достигнуто, то есть все эти проекты, они весьма разрозненные, но, тем не менее, они очень хорошо саппортятся самой комьюнити, и поэтому, собственно говоря, их можно назвать живыми. Один из интересных проектов, почему я именно сегодня хочу сфокусироваться на Hyperledger iroha, это тот факт, что это единственный фреймворк, который позволяет напрямую работать с мобилок, с блокчейном. То есть какая типичная архитектура для блокчейн-системы? У нас есть какой-то блокчейн-кор, где у нас хранятся все эти данные, выполняется консенсус, и дальше уже к нему пишется какой-то бэкэнд, который оперирует напрямую с блокчейном, и уже потом к нему коннектится клиент. Это может быть веб-апликуха, и это в том числе мобильная апликуха. То есть в типичном solution-блокчейн у нас есть прослойка в виде какого-то бэкэнда, без которого нам не обойтись, просто потому что мы не сможем работать с блокчейном. Вот как раз iroha убирает вот эту вот прослойку, и мы можем с мобильных девайсов напрямую работать с блокчейном. Что есть хорошо? Во-первых, это повышает скорость, уменьшает латенси, уменьшает возможное количество ошибок, которые могут возникнуть в процессе имплементации того же бэкэнда. Да, соответственно, мы только в плюсе от этого фреймворка. Что нам позволяет? Вот теперь вот перейдем еще к одному концепту, который я хотел рассказать, прежде чем перейти к самому демо. Это концепция публичных и приватных пермишинных блокчейнов. С публичными блокчейнами, в принципе, довольно-таки понятно. У нас вся информация доступна, и любой участник сети может подключиться в любой момент и начать майнить коины, выполнять транзакции, проверять, смотреть, делать все, что ему угодно. Это то, что было, когда, скажем так, зарелизили биткоин, и это то, что было, когда сделали эфир. Теперь же для интерпрайс-систем нужно ввести понятие приватности, поскольку в интерпрайс-системах нам не нужно, чтобы абсолютно все транзакции были видны для других участников. То есть, например, у нас есть какой-то консорциум, мы там выполняем определенные операции внутри этого консорциума, и для того, чтобы обеспечить вот этот вот иммьютабилити для данных наших, нам как раз поможет здесь приватный блокчейн. Однако же я хочу, чтобы все эти данные были видны только между участниками транзакции. То есть я, например, переслал деньги какому-то другому человеку, и только мы вдвоем знаем, что эта транзакция была проведена. Однако же она будет храниться у всех, но доступ на ее чтение будет только у определенных людей, которые я, например, могу дать такой Permission. То есть Private и Permission обычно комбинируются в одной системе и означает, что какие роли существуют внутри системы, которые поддерживают приватность данных. Вот примерно так это все выглядит. Соответственно, Aerofa поддерживает что первое, что второе. Так, если поговорить про вообще общие концепты, что обеспечит блокчейн, то в принципе мы затронули абсолютно все, и в том числе даже Trust. То есть про SharePoint Ledger мы поговорили, про смарт-контракты мы поговорили, про приватность тоже и про Trust. Это обеспечивается как раз выбором консенсус-алгоритма. Однако самым большим недостатком на данный момент Hyperledger Aerofa, я считаю то, что у него нет поддержки для смарт-контрактов. Соответственно, там нет такого момента, что вот, например, когда я проложу транзакцию, я могу наложить на нее какую-то функцию, которая будет проверять валидность всех условий, которые есть внутри нее. Это, конечно, немножко мешает в разработке, однако это можно заимплементировать на уровне бизнес-логики. Из-за того, что в принципе у нас фреймворк, он поддерживает в большей части мобильные девайсы, соответственно, даже сами разработчики, я даже контактировал на прямой разработчиков Aerofa и спрашивал, а почему вы не сделали смарт-контракты? Они сказали, ну, мы видим это не самым валидным кейсом для использования нашего фреймворка, соответственно, вся логика должна быть имплементирована на уровне клиента. Это так, как они видят вот этот вот фреймворк. Перейдя к практической части, сразу же расскажу про то, где это все хостится. То есть, поскольку это open-source проект, то все это можно дело найти на GitHub. Состоит он из двух больших модулей. Понятное дело, поскольку у нас сам блокчейн должен хоститься где-то на серийной части, это будет отдельная плекуха, вот она и называется Hyperledger Aerofa. И вторая часть, это, собственно говоря, айосный клиент. Он довольно-таки небольшой, но он как раз позволяет полностью работать со всем API, которое доступно для других клиентов. В том числе, если кому-то вдруг будет потом интересно, есть отдельный клиент под Android. В принципе, он позволяет делать все то же самое, что и айосный клиент. Так, теперь перейдем в сам проект. То есть, здесь на самой странице в GitHub уже есть полностью все стыпы, что нужно сделать для того, чтобы установить и запустить этот пример. Даже можем похвастаться, что как раз наша команда контрибьютила вот как раз в этот гайд, чтобы немножко как-то упростить его для пользователей, поскольку раньше, например, было больше, чем 20 пунктов, это была первая версия гайда, сейчас его уже, ребята, дописали. Здесь всего-то, в принципе, осталось там пунктов 11, ну, 13. Соответственно, уже это все дело довольно-таки быстро засетапить, поскольку, вот, например, мы когда первый раз столкнулись с этим филлорком, мы потратили более чем 2 дня на то, просто, чтобы его установить, поскольку там еще было все в такой ранней-ранней девелоперской стадии и было очень много проблем. Сейчас это все уже на более нормальном уровне и этим уже продуктом можно пользоваться довольно-таки легко. То есть первая часть этого туториала, она, в принципе, посвящена тому, как скачать проект, открыть его и установить продакт. Соответственно, любому айоснику это неинтересно и каждый знает, как это сделать. То есть я уже подготовился и выключил этот проект, соответственно, он состоит из, собственно, библиотечки с компиленными либами и, соответственно, в раперами над API, которые предоставляются, и примерчиком, который как раз мы сейчас и запустим. Но перед тем, как это сделать, естественно, поскольку мы это все делаем сейчас на своей машине, нам нужно немножко подготовить наш инвайд, поскольку сейчас, если мы запустим клиентскую аппликуху, у нас нет нашего бэкэнда, да? То есть мы никаким образом не можем сейчас оперировать с блокчейном. Соответственно, давайте мы это сейчас и настроим. Вот на данном моменте нам как раз и нужно такое понятие, как контейнеры, как докер. То есть вкратце расскажу, что это, поскольку для, например, ребят, которые в основном занимаются мобильной разработкой, докер не является основной тулзой, которая используется, и не все знают, не все умеют ее пользоваться. Докер — это тулза, которая позволяет создавать изолированные контейнеры. Что такое контейнеры? По сути говоря, это процесс со своим синбоксом. То есть это все знакомо нам как iOS-никам, однако эта технология, она теперь распространяется не только там на мобилке, то есть контейнеризация и синбокс, она теперь распространяется на декстопные решения. То есть это можно воспринимать как виртуальную машину с одним большим таким пометкой, да? Что это не является виртуальной машиной, просто потому что там под капотом Linux ядро, и, соответственно, эта штука гораздо быстрее, и она гораздо более легковесная, чем виртуальная машина. То есть что нам нужно сделать? Прежде всего нам нужно создать сеть для нашей айрохи. Вот эта простая команда, здесь даже объяснить нечего, это Docker Network Create. Вот я уже здесь выполнил несколько команд, чтобы показать, что у нас на данный момент ничего нету. Вот мы создали нашу сеть. Каждый успешный результат выполнения Docker команды, он нам даст обычно какой-то хэш того артефакта, что мы создали. Это может быть сеть, это может быть контейнер, это может быть какой-то deployment, все что угодно. То есть когда мы видим такой хэш, это означает, что все создалось и все работает. Следующая команда, она создает PostgreSQL контейнер. Что это означает? Для того, чтобы нашей айрохи сохранять куда-либо данные, ей нужна база. Соответственно, в этом примере выбран Postgre, однако, насколько я помню, она саппортит несколько других баз, но самая популярная, наиболее используемая сейчас, это Postgre, именно для этого фейнворка. Соответственно, что мы здесь делаем? Здесь мы создаем контейнер с определенным юзером, с дефолтным паролем, маппинг порты, маппинг нашей созданной сети, которую мы выполнили командой раньше и указали, какую версию Postgre нам использовать. Выполним эту команду. Вот, то же самое, она нам выдала хэш, значит, все успешно, мы создали наш контейнер. Так, теперь, после того, как мы создали контейнер, он еще ни к чему не привязан. Он уже внутри нашей сети, но он еще ни к чему не привязан. Соответственно, нам нужно создать для него блок-стор для айрохи. Это там, где, собственно говоря, будут храниться наши транзакции, сохраняться. Так, следующий этап, это скачать, собственно говоря, фейнворк, именно декстопный уже. Я это уже сделал заранее, то есть я вам сейчас покажу. Вот у меня есть отдельно айосный клиент, и вот у меня есть отдельно вся штука, которая нужна для декстопного солюшена. Обратно перейдем в терминал. Проверим, что мы находимся внутри айрохиасинбокс папки, поскольку следующая команда, она очень такая специфическая. В данном случае, как мы видим, вот в этой части команды мы мапим определенную папку на нашем локальном диске на вот папку внутри контейнера. Соответственно, если мы этого не сделаем, то, скажем так, при запуске нашего контейнера, при запуске демона, который будет слушать все, что приходит внутри сети, он не найдет нужного файла конфигурации, из-за чего, естественно, работать он не будет. То есть здесь важно тоже понимать, какие команды мы выполняем и для чего мы это делаем. Так, давайте ее скопируем. Так, я там все скопировал. Команду. И запустим ее. Это будет нашим предпоследним шагом, прежде чем перейти к, собственно говоря, запуску ее самого клиента. Так, теперь, как мы видим, у нас изменилось в консоли путь. Теперь мы находимся внутри контейнера. То есть докер-команда, она позволяет либо заходить внутрь контейнера и там выполнить какие-то команды, либо после запуска рана она позволяет отатачиться и она там себе будет в бэкграунде вращаться и делать все, что нужно. Но сейчас мы это сделали специально, поскольку нам нужно выполнить последний шаг перед тем, как наш бэкгент запустится. Это, собственно говоря, запустить его. То есть вот последняя команда, которая запускает iRoha демо. Ну, то есть в терминах мака это довольно-таки известная штука. Демо можно воспринимать как, не знаю, консольную оплекуху, которые постоянно, в бесконечном цикле выполняют какие-то там операции по прослушке портов для того, чтобы отвечать на соединение клиентов. Ну, это так, если очень грубо говорить и на пальцах это объяснить. Так, теперь запустим эту команду. Так, вот. Как мы видим, что у нас main block store, он не пустой, соответственно, нам нужно немножко поиграться с командами. Почему это сделано? Потому что я уже предыдущий запускал iRoha, и, соответственно, сейчас уже там есть записи. Так, вот теперь вот у нас начинаются небольшие проблемы. Сейчас мы тогда это все перезапустим. Это все. Сейчас я даже объясню, почему так произошло. Потому что перед тем, как запустить iRoha, я забыл удалить как раз данные с блоками. Соответственно, там уже есть наши записи, связанные с предыдущим запуском, и из-за того, что те ключи, которые я генерировал для iRoha в прошлый раз, они не совпадают с новыми, соответственно, оно мне поэтому и ругается. Поэтому перейдем немножко на одну команду назад и все-таки выполним клонирование пустого репозитория. Дождемся, когда оно склонирует это все дело и проверит. И просто перегенерируем, перезапустим наш контейнер. Для этого, кстати, нам нужно сейчас проверить, какие у нас, собственно говоря, есть контейнеры. Так, докер-контейнер-лист. Проверяем, смотрим, что у нас есть вот этот вот контейнер, который связан с Hyperledger и iRoha. Нам нужно его убрать. Почему? Потому что там сейчас, как раз, неверная конфигурация. Соответственно, ему должно воспользоваться remove-функцией для того, чтобы очистить его, ну, прежде всего, его нужно остановить. Стоп. Так, это занимает какое-то время, поскольку там вращается определенный код. После этого мы его, наконец-то, можем убрать. Отлично. После того, как мы удалили контейнер, в действительности, эта ошибка связана только с одним контейнером. Соответственно, нам не нужно перегенерировать нашу базу данных, поскольку там ничего, собственно говоря, записано не было. Соответственно, еще раз сейчас перезапустим создание нашего iRoha контейнера. Вот. Переходим в консоль. И пробуем еще раз запустить демон. Если я сейчас все правильно сделал, то как раз сейчас должна запуститься вся нужная штука. Так. Так, 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 так. Ну. Переконфигурировал я. Так. Теперь можно перейти к поисному клиенту. Так. Теперь поисному клиенту расскажу немножко, что здесь под капотом происходит. Собственно говоря, здесь вся демка состоит из всего лишь двух функций Первая функция это отослать транзакцию И вторая функция это выполнить, скажем так, кьюри, которая возьмет это все дело из нашей базы Вот если пройтись по коду, так, транзакция у нас провелась И если проходиться здесь по коду, то здесь довольно-таки все просто и прозаично То есть первое, что мы создаем, это мы берем предефайненные публичные и приватные ключи По ним мы генерируем новую пару, потом мы эту пару используем для того, чтобы отослать транзакцию в сеть И после того, как мы это сделали, то есть внутри сети мы оперируем такими понятиями, как домены И вот когда мы положили новый ассет внутрь домена, после этого мы выполняем цент кьюри Для того, чтобы проверить действительно, оно там записалось или нет То есть вот такая вот довольно-таки простая домка, она, в принципе, направлена на то, чтобы просто показать, как работать и как коннектиться с аэрокой То есть она не подразумевала какой-либо там бизнес-кейс, который нужно заимплементировать То уже можно сделать отдельно по требованию и по желанию, если есть время, конечно То есть в итоге, если просуммировать все то, что я сегодня рассказал, то вот как раз хайперлайтер Aeroho позволяет делать аппликухи напрямую И используя мобильные девайсы, это как iOS, так и Android и коннектиться без прослойки напрямую к блокчейну Это ее главное преимущество, однако она по-прежнему находится в активной разработке, соответственно, все равно стоит вопрос багфикса и багов по-прежнему много То есть на данный момент можно рекомендовать этот фреймворк только для того, чтобы немножко поучиться работать с блокчейном То есть использовать его для каких-то серьезных продакшн-систем, наверное, не будет возможным Потому что мы просто столкнемся с таким количеством багов, что мы не сможем запустить наше приложение на стабильном уровне, который требуется для нормальных систем То есть, в принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать Какие есть вопросы по тому, что я сегодня рассказал? Есть ли они? Так, судя по всему, вопросов нет Тогда я хочу сказать всем спасибо за то, что уделили время и посмотрели этот топик Тогда будет